Всем-всем привет, с вами Клеопатра. В сегодняшнем последнем снегпеке я расскажу все подробности о DS-10, новом юнити и новом строении дефа. А моим зрителям из Эдегей большой привет. Клан 4 уровня 0.1 регион набирает игроков, начиная от 11 ратуши для совместной игры. Ребята участвуют во всех игровых режимах и хотят быстрее прокачать 10 левел клана для максимальных привилегий. Для увеличения опыта в атаках в клане проводятся испытания между игроками, как говорится и себя показать, и на других посмотреть. Главный критерий для входа это азарт и интерес к игре, а все остальное приложится, так что если ты находишься в поиске клана, обязательно сюда заглядывай по тегу в описании к видео. В предыдущих снегпиках я рассказывала о новой машине на деревне строителя и переработке самой концепции DS, так называемой DS-2.0. Мы подробно разобрали, как получать ресурсы, как ходить в атаки и как будут формироваться кубки и лиги. В сегодняшнем выпуске я подробно расскажу про новый уровень деревни строителя DS-10. И прежде всего начну с одной интересной штуки, о которой не сказала в прошлом выпуске, а именно декорации. В прошлом выпуске я показала препятствия, которые спаунятся на второй стадии деревни строителя. Однако есть еще декорации, и их можно размещать как на второй стадии, так и на первой. Приобрести их можно как обычно в магазине, и давайте прямо сейчас это с вами и сделаем. У нас появляется два вида факелов, костров и мишени. И если первый вид уже для нас с вами привычный, он и раньше был на DS-ке, то второй новенький. Но при этом, как я и сказала, вы не обязательно должны размещать новые украшения на второй стадии. Вы можете поместить их и на первой. Хотя, конечно, чисто визуально они подходят больше под вторую стадию, потому что они имеют голубой оттенок и сделаны как раз в концепции второй стадии. Но как размещать, вы решаете сами. Поэтому для любителей делать интересный декор на своей базе теперь будет в два раза больше возможностей, причем как на одной стадии, так и на другой. С этим разобрались, а теперь к самому вкусному и сочненькому, а именно дом строителя 10 уровня. Да, он появляется в обновлении, и вы можете на него перейти. Стоимость прокачки DS-10 составляет 4 миллиона 800 тысяч золота строителя. Улучшаться домик будет неделю. Так что, если вы на DS-9 планируете переход сразу после выхода обновления, то самое время сейчас начинать запасаться ресурсами и волшебными предметами для того, чтобы моментально перейти и не ждать целую неделю. Кстати, по аналогии с родной деревней, у нас и на DS-ке появляется путь вождя. Это небольшая википедия, совсем краткая, которая рассказывает, какие строения и какие юниты появляются на каждом уровне DS. Сама по себе эта штука не сильно полезна, но она будет актуальна для тех игроков, которые вот совсем недавно скачали Clash и пытаются во всем многообразии игры разобраться за пару дней. И раз у нас появляется DS-10, значит появляется и новое строение дефа. Ну, как новое, оно для нас с вами привычно. Это арбалет. Да, точно такой же арбалет, как и в родной деревне, но с некоторыми особенностями. Честно говоря, я крайне не люблю, когда в игру добавляют то же самое, что уже в ней есть, но немного переработанное. Однако выбирать не приходится, так что будем знакомиться с арбалетом уже в деревне строителя. В отличие от родной деревни, у арбалета есть два режима – наземный и воздушный. То есть арбалет у вас либо всегда бьет по земле, либо всегда по воздуху. В отличие от арбалета в родной деревне, где можно настроить наземный плюс воздушный режим, но с меньшим радиусом. Здесь либо такой, либо другой, но при этом радиус не меняется. Стоимость покупки арбалета составит 4 миллиона 400 тысяч золота из деревни строителя и время улучшения также недели. А раз у нас появляется новое строение дефа в единичной комплектации, кстати, арбалет будет только один, то значит появляется и новый уровень казармы строителя – 12-й, а вместе с ним, конечно же, и новый юнит. История с этим юнитом мне нравится куда больше, чем со строением дефа, потому что юнит действительно интересный, хотя и похож на некоторые вещи, которые уже есть в клэше. Новый юнит будет называться Огневержец, и как только вы прокачаете себе казарму строителя на 12-й левел, то вы сразу его открываете, причем он будет у вас сразу с 17-го уровня. То есть вам не придется его качать с 1-го уровня, вы сразу откроете его на 17-м левле и можете спокойно идти в бой. Огневержец стреляет как по земле, так и по воздуху и при этом имеет возможность смены режима. При активации он переключает режим с огня на электрошок и обратно, при этом вы можете делать эти переключения бесконечное количество раз с перерывом в полторы секунды. Если говорить совсем упрощенно, то в режиме огня Огневержец работает как сингл инферно, то есть он постепенно разгорается и наносит больше урона со временем. А в режиме электрошока он работает как электродракон, зацепляя сразу несколько строений вплоть до 4-х. А вот так будет выглядеть меню выбора армии перед тем, как вы пойдете в бой. Однако и в самом бою, как я уже показывала в предыдущих сникпиках, вы можете менять армию, исходя из той базы, которая вам выпадает. Изначально Огневержец имеет огненный режим. Как только вы высаживаете его на карту, он находится в режиме инферно, будем называть это так. Луч у него разгорается и со временем наносит много дамага. То есть такой режим очень хорош для зданий, которые имеют много здоровья. Например, это дом строителя или хранилище. В этом случае Огневержец будет работать отлично. Если вы хотите переключить Огневержеца в другой режим, достаточно просто на него нажать, он немного подумает, после чего выпустит цепной заряд, который зацепит сразу несколько строений. При этом, как и у электродракона, максимальный урон получает первое строение, второе получает немного меньше, третье еще меньше и четвертое получает остаточный минимальный урон. Из-за своих способностей Огневержец оказывается очень мобильным юнитом, вы можете легко его приспособить к абсолютно любой расстановке. Если перед вами строение с большим количеством хп и вам нужно быстро его уничтожить, то включайте Огненный режим. Если же вы видите, что база плотная, например, как здесь, строения стоят близко друг к другу, то, конечно, нужно переключаться в режим Электрошока, для того, чтобы цепной реакции сразу наносить урон по нескольким строениям. Кроме того, вот этот цепной урон будет очень хорош, если перед вами несколько строений с малым количеством хп. Тогда этот маг очень быстро их уничтожит и пройдет дальше. Но, конечно, его нужно чем-то защищать. Для защиты подойдут такие юниты, как Пека или Гигант, которые могут вбирать в себя много урона, и маг, двигаясь за ними, сможет выдавать урон и уничтожать строение. Единственный его минус, что когда переключаешь мага в режим Электрошока, он некоторое время еще думает. И вот этот кулдаун мне не очень нравится, потому что в этот момент маг не атакует. То есть, это нужно учитывать, что у вас не пройдет моментально атака, а некоторое время маг должен подумать, прежде чем выдать атаку. Однако, за счет смены способности этот юнит очень легко подстраивается под абсолютно любую базу и может легко компоноваться с наземными войсками. Еще одно хорошее применение этого мага, которое я уже нашла, это использовать его для уничтожения мини-генераторов, которые появляются после того, как вы снесете аванпост Отто. Потому что боевая машина, например, очень сильно стопится на этих мини-генераторах, пока она их уничтожит, проходит много времени. А вот как раз такой маг в режиме Электрошока поможет быстро с ними разобраться. Но для большей эффективности за таким магом постоянно нужно присматривать, если только у вас не вот такая база, где все стоит крайне плотно. Потому что вы будете часто во время атаки менять режим этого мага с луча огненного на именно Электрошок, для того, чтобы получить максимальную отдачу от его способности. Но с другой стороны, это как раз то, чего добивались разработчики, чтобы игрок был максимально вовлечен в процесс самой атаки и мог на нее влиять, а не просто смотреть от стороны, когда все выпустил и целые рои, лучницы или муха разносят всю карту. Максимально прокачать каждого юнита на DS10 можно будет до 20 уровня, а каждую машину до 35 левла. Но при этом не забывайте, что боевой вертолет вы в магазине покупаете сразу 15 левла, так что нужно будет прокачать только 20 уровней. Кубки в профиле и достижения остаются на DS такими же, однако в будущем, я думаю, наверняка появятся и новые достижения, как это было по аналогии с выходом 14 и 15 ратуши. И под конец, по многочисленным просьбам из комментариев, давайте посмотрим еще раз внимательно на то, как получить нового строителя после выхода обновы. Напомню, что у нас меняется система получения шестого строителя. Теперь наш строитель будет называться Боб, а не Отто. Для того, чтобы его получить на базе Боба, нужно выполнить несколько заданий. Во-первых, модернизировать три здания в родной деревне. Это башня лучниц, пушка и мортира. Это задание остается таким же, как и было раньше. Следующее задание – улучшить любого воина в деревне строителя до 18 уровня. То есть не обязательно это должна быть пушка, как раньше. Вы можете улучшить любого юнита, какой вам нравится. То же самое и со строением дефа. Вам нужно улучшить одно строение дефа до 9 уровня на ДС. Не обязательно мега-теслу. И последнее задание – улучшить героев в деревне строителя до общего числа 45 левлов. То есть ваша боевая машина плюс боевой вертолет должны в сумме давать 45 левлов. Как только вы выполняете это задание, вы получаете себе шестого строителя. Но только теперь его зовут не Отто, а Боб. Отто вместе с главным строителем теперь всегда будут в деревне строителя. Их никуда перемещать нельзя. А вот Боба как раз-таки можно переместить в основную деревню. Для того, чтобы там было 6 строителей. Как только вы делаете задание, у вас появляется неразмещенное здание. Это как раз домик Боба. Вы ставите его у себя на родной деревне и сразу получаете 6 строителей в родной деревне. А на ДС остается главный строитель плюс Отто. Получается в родной деревне у вас будет 6 строителей, а на ДС-ке 2 строителя. Если 6 строитель у вас уже разблокирован на момент выхода обновы, то просто Отто поменяется на Боба, а больше ничего не произойдет. Заново проходить задание из хижины вам не нужно. На этом сникпики подходят к концу. Напишите в комментариях, как вам новое обновление. Понравилось ли ДС 2.0, а нам остается лишь дождаться выхода обновы. А я же хочу поблагодарить спонсоров канала. Янис, Дрэгон Айк и Сергей. За помощь и поддержку, особенно сейчас в период отключения монетизации. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку спонсировать на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмодзи и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной. Доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале. След в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. А к лэшерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь так же, то прямо сейчас оставляй интересный или забавный комментарий к этому выпуску. Не забудь подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok